приветствую друзья кто хочет приехать пожить в испании и осмотреться пишите помогу с адаптацией в общество телефон для связи на экране и в описании вот теперь приглашаю вас немного проехаться по солнечному камринсу нам повезло что сегодня солнышко поедем на лодочку лодочку посмотрим проходим сюда вот машинка наша а и такая машина у вас такой это гостей встречать это специально для клиентов вид подскажем рыбаков а для рыбаков такая крутая машина mercedes mercedes в класс вы класс да получается комфортный самолет смотрится да мне тоже нравится хорошая отличная машина немцы умеет делать два года езжу уже не ломается ни разу ничего не произошло даже масло еще не поменял еще ни разу за два года а как так два года можно масло мне а вот у них такое масло что можно 50000 километров ехать на нем спокойно спокойно гарантию дают вообще какие страховки вот на машину вот здесь вот такой прям сады получается 10 место до 8 на 8 местный 8 местный да он посмотри там 33 у нас 2 8 дурочи здоровье в году не платить я бы не сказал что дорого больше дороже самая машина аналоги они принципе плюс-минус одинаковые тебе ремешок накинут ой да извиняюсь забыл бы в испании штраф за это 200 евро да 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 я что-то забыл совсем пардон точно точно извиняюсь она пищит да и да все 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 спасибо а не секрет вообще карете например вот этот год если так в сценах в принципе страховка мне обходится евро в 600 евро где-то в год ну это каска или нет ну там как она называется то дорезгу или как она называется ну да ну каску я не знаю по русски как будет я уже не могу где-то сказать ну и потом налоги еще евро в 300 где-то в год ну и все ну техосмотр еще 50 50 евро но она получать но выбрал да и и можно то есть не скрепт да делать здесь техосмотр надо делаете или больше ну смотря какие машины такая вот каждые два года должен делать если у тебя народ ездит машине ну фургон как говорится то каждый два года должен делать вот час мы опять проедем про где тот бар где мы были бар касаль кафешка вот она да справа это кафе кафе касаль библиотека и развлекательные игры слева у нас канал идет по которому когда дождь идет очень много воды завтра потечет здесь вода завтра обещают плохую погоду здесь дожди когда вода стекает да получается здесь получается когда дожди идут полно заполняется канал чтобы все остальные улицы не тонули такие сооружения сделаны туры какие проводишь рыбалку вообще это как вы куда-то уезжаете именно морскую рыбу ловить да да собираемся в порту ну или я обычно сам заезжаю собираю народ группы там либо индивидуальные экскурсии все едем в порт садимся на лодочку и вперед что вообще ловите как это рыба здесь это дорадо ставрида дорадо скумбрия морские именно да тунис раз много разновидностей тунсан можно поймать такие здоровые дату не снова есть трофейные да но трофейные надо далеко уезжать на целый день а далеко это такую помелось ну это километров 40 40 отберегов тогда где-то 20 миль как говорится тут все милями морскими исчисляется море другие немного понятия вот мы уже добирались красиво морить ему это как бы начало порта вот камбрильс все тут пошли в первая линия кафешки самые дорогие кафешки здесь самые дорогие все да знаю тут знакомые выкупают кафешки 500 тысяч евро в это просто чтобы купить право там работают лицензия стоит серьезно так долго здесь такие цены 500 тысяч вот здесь от 150 до 500 тысяч каждое кафе стоит просто лицензия разрешение на работу вы просто поработать уже кузин должен оборот то быть чтобы были такие вот деньги за сюда вложить вот представь сколько если хочешь помещение купить но это от трех миллионов и выше евро здесь да это на первом этаже вот прям вот это прямо все любой из этих бери такие вот ничего себе и такие цены здесь это к тому что ты спрашиваешь сколько стоит надо вложить в то или другое заведение ну вот справа посмотри пожалуйста тоже у кого такие лодочки присутствуют например тому это недорого 3 миллиона евро вложить если у него лодка почему бы нет согласен согласен так лучше получается оборот то должен быть они тут за сезон должны отбивать вообще сходы это отобьется кафе или обучение когда этот не добьется ресторан за 10 лет за 15 считается когда за три-четыре года отбивается это хорошее вложение хорошее вложение дополняет но если никто на среднем мире здесь где-то еру в 15 стоит да вот так вот покушать то для человека нас и двадцать это в обед а вечером подороже причем подороже даже помню сколько здесь стоит вообще постоять постоять стоит тоже не дешево все зависит от размера от размера лодки чем больше лодка тем дороже ну я например плачу 6 тысяч в год 6 тысяч в год даже не дешево я слышал 9 тысяч в черногории что 3 а здесь вот 6 рыбацкой начинается тут а вот они да получается вообще выгодный бизнес на лодке хотя если много клиентов то можно что-то заработать много конечно очень много тут не заработаешь для меня главное чтобы хватало на расходы на расходы но если что-то чуть еще останется то будет хорошо вот мы прибыли русскоязычный капитан да вот лодочка кораблик яхта как хотите называйте на ему называют на мох служит мне уже несколько лет очень верен и очень не нравится всем клиентам нравится вот например такие рыбки у нас бывают трофейный короче мое рабочее место вот здесь да внизу еще наверху тоже еще скажи вообще как проходит экскурсия ну вот собираемся все мы на корабле отдаем швартовый выходим навстречу тунцам навстречу туда да сначала едем едем до места полчасика можем потроллить потом кидаем якорь кому даю спиннинг кому донную это вот висят они да все получается такие удочки серьезные удочки получаются серьезные есть еще посерьезнее а вот так вот тут смотря на на кого охотишься зависимости от рыбы должна быть очень большая удочкой но или не совсем большая он был сок вообще из курсе стоит из курсе стоит 100 евро с человека это в день до получается 100 евро в рыбалка это 4 часа морских 4 часа морских это так на весь день получается уходить до 4 часа это полгода полгода для зин там подороже получается но и индивидуально 650 евро стоит индивидуальность один хочет там или семью поехали, это 650 стоит. В день покататься, да? На полдня. Если на трофейного, там еще подороже. Если что, обращайтесь, договоримся. А вот так? А трофейный что значит? Ну, трофейный это вот большие тунцы, килограмм на 100, на 150. Ух ты, это как человеческий, как человек. Ну, это трудно его поймать, очень трудно. Надо его вытащить, но если попадается, то надо часа два с ним бороться. Часа два только? Да. А вообще лицензия нужна на такую вот рыбалку? Да, обязательно, тут на все лицензия нужна. Очень все контролируется, морская позиция, полиция. Есть, да? Все документы проверяют, обязательно все разрешения нужны, очень большие штрафы. Большие, а сколько примерно штрафов? Ну, 10 тысяч штрафов для них, это самый минимальный. О, такие цены, да? Да. У меня были уже проблемы с этим, так что я знаю, что говорю. Уже подал на такие штрафы, да? Подал, подал. Так а если человек, например, на рыбалку приехал, у него лицензии нету, туристы, например? Ну, я на корабль сразу беру, на всех. А, сразу же, да, получается? Это получается, ты даже должен еще лицензию взять на каждого? Да. И сколько вообще это стоит? Ну, это еще натикает там, есть 500 евро я плачу за это. Это чтобы в день вывезти там сколько человек, 500 евро еще на сезон? Нет, сразу на сезон я беру. А, на сезон полностью. Ничего себе, это тут вложения такие немаленькие. Да, это, горючку жрет, это дизелек, дизелек пожирает нормально, 60 литров за час съедает. 60 литров за час дизеля, да? Да, мотора по 400 коней, тут они очень голодные. Голодные? Да. Ну, лодка большая, второй этаж еще сейчас поднимемся. Каюты вам можешь показать, посмотреть. Сейчас сейчас сниму. Кто спать хочет, туда идет. А, есть такие, кто спать хочет? Да, есть такие, которые, не хочу говорить ничего, идут и спят. Это, в принципе, везде не ловят, а спят? Да, не ловят, а спят. Или загорают, вот там, например, вперед идут, там загорают. А вообще, снимают просто, не прорубачиваясь, а просто отдохнуть, ездить? Да, просто покупаться, позагорать. Это тоже? Чего жарить барбекю? А, здесь все это есть, да? Да, барбекюху можно разжечь. Здесь, да? Это тоже 150 стоит, да, в день? Да, все вместе. Ух ты, да, нормально. А вообще, не секрет, сух цена такой вот лодки? Ну, новая, четверть ляма стоит такая. 250 тысяч евро, да, новую получается, ух ты, да, нормально, еще моторы. И получается, кушает она в день, где-то тоже, там, литров 200-300 уходит дизель. Ну, если целый день ездить туда. Получается, дизель здесь дороже стоит, чем обычный, да, ведь? Это же водный дизель. Подороже, подороже здесь. А сколько здесь, интересно, водный где-то? Ну, дизель точно такой же, просто здесь вот дороже, потому что заправка у них тут одна, на всех, и тут выбора нет. Они искусственно завышают цены. Процентов на 10, на 15 дороже. Специально, да, все искусственно? Да, да. И вообще, конкурентов много? Вот, русскоязычных особенно. Ну, русскоязычных-то нет, конечно. Испанцы есть. Испанцы. Испанцы есть тоже ходят. Ну, русскоязычные, я пока один капитан. Здесь, да? Да. А какие-то лицензии требовались, вот, на это все, чтобы там ловку такую купить? Да, обязательно, чтобы, например, капитан сам этим заниматься. Я учился два года. Два года? Да. 23 экзамена сдал. 23 экзамена? Да, это было нелегко, я вам скажу. Чтобы такой бизнес замутить, да? Да, надо к этому идти долго, и стремиться. Это вот, которые яхты, там, курс, по-моему, двухмесячный, такие, там, 1200 евро стоит, или это другое? Это другое, да, это как бы первый уровень. Первый уровень. А это вот на такой лодке сколько стоит? Ну, вот, считай, сколько категорий. А, Б, С, Д, и то же самое на лодках. На лодках. Синя последняя категория, я считаю. Это самая высокая, да, получается? Ну, самая высокая, это автобус, да. Тут летом вообще, ну, как, каждый работаешь, или как-то все-таки там бывает, в какие-то выходные, или прям такой поток людей? Бывают выходные, да, но июля, август там почти каждый день получается. Почти каждый день, да, получается? А вот в 14-м годом кризисом, как-то все-таки поток туристов слым, или нормально так же? Да, в 14-м заметно было. Заметно было, да? Заметно, что уменьшилось, да. А здесь вообще туристы, кто вот, в основном, то есть, кто сюда приезжает на рыбалку, иностранцы или русскоговорящие? Ну, я больше с нашими туристами, украинцы, русские, белорусы. А, и кто там, англичане, немцы? Ну, иногда англичане попадаются, но я работаю больше с нашим, с нашим братом. Это они уже знают, в интернете, да, все уже, с нашим братом? Служ, Библио, Глобус. А, через них все, да, делают? Рыбалива. А, это вот они поставляют клиентов, одним словом, да, получается? Да. Интересно. Вообще, кто там клиентов, мужики, девушек, наверное, мало? Да, и девчонки тоже заядлые попадаются. Да, серьезно, рыбачки? Да, да. Заядлые? Особенно дети радуются детям вообще тут. А, дети очень любят, да, здесь? Да, это получается, если семья порыбачить, нужно заплатить 200 евро, там, муж с женой, да, например? И плюс, а ребенка сколько стоит? Ну, ребенке тоже самое. Тоже 100. Это 30 евро надо заплатить, чтобы порыбачить съездить один день. А вообще, рыбалка постоянно что-то ловите? Да, постоянно что ловим. Это дорогая рыбалка, это дорогое удовольствие. Дорогое получается, да? Дорогое удовольствие, и вообще, все, что связано с морем, это все дорого. Все дорого здесь? Дорого, почему? Потому что это все, на все нужно разрешение, потом сам транспорт весь дорогой, горючка, дизель, все это вместе. Потом еще это разрешение эти. Все дорого получается? Да, потому и цены такие дорогие. Здесь, да? Да, вот по самой маленькой лодочке, которую мы проезжали, там 85 евро в час стоит. А, вот так вот даже. Это тоже поездить, смысл, да? Ну, да, поездить пока так. Миша, вообще, у тебя друзья какие-то испанцы есть, с кем-то дружишь? Да, конечно. Вот у меня сосед рядом стоит, у него своя академия, я с ним учился, почти два года. Академия это? Академия, вот эта, морская академия, он учит ученики у него. А, это кто вот хочет на лодке тоже ходить? А, он здесь, да, получается? А, вот этот, да? Ага. О, да. Ой, ну понял, своя академия тоже луткая. Это тоже вот они здесь. У него парусник. А, парусник просто? Ага. А у тебя получается без паруса, он только на дизель, да, только? Нет. А какой вообще лучше, парусный все-таки или дизельный? Ну, кому что больше нравится? Парусный, ему ветер нужен. Без ветра он никуда не поедет. А дизельный получается просто? Дизельный в любую погоду он прет. Ну, ты, получается, заправляешь сколько там? Тысячу литров? Где-то минимум, да? Семьсот. Семьсот? Угу. Это вот отсюда вообще хватит, куда-нибудь там до Африки, например, там до Туниса? Или вряд ли? Нет, до Майорки хватит доехать. До Майорки только? Там еще семьсот и обратно. А, там еще надо заправить будет раз. Это семьсот литров получается где-то тысячу евро почти, да? Это только вот ты только за дизель заплачешь. Да, да. Блин, вообще дорогой удовольствие, по-моему, получается. Я тебе говорю, это все дорогое. Ну, есть люди, которым это не дорога. Надо к ним стремиться. А, к этим людей? К этим людям? Да. Ну, понятно. Ну, вообще, как понимаю, летом здесь туристов очень много и, в общем-то, даже сейчас после кризиса, я думаю, люди приезжают, да, все-таки? Да. На рыбалку? Рыбалка, ну, с просом требуется. Требуется? А какие-то вообще свои клиенты уже такие есть, которые постоянно есть уже такие? Да, есть постоянно, конечно, сколько? Лет 6-7 занимаюсь этим делом уже. Рас 6-7. Старые клиенты. Всем привет, если вы меня видите. Приезжайте, порыбачим. Порыбачить. Все. Я уже скучаю. А вообще зимой это есть этот? Требуется или как-то, или мало очень? Ну, зимой обычно иногда, если вот хороший денек, то выходим. Но не всегда. Не всегда? Ну, а туристы зимой приезжают отдыхать? Бывает, бывает, но редко-редко. Редко, все-таки. Зима все-таки. Хоть тут и не сильно холодно, градусов 10-15 зимой. Уже как бы на море прохладненько. Прохладник уже получается здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Здесь у меня навесик бывает летом, чтобы солнышко было. Очень жарко. Плюс 30, плюс 40. Это жесть. Летом, да? Да. Ну, все, там люди загорают. Миша, когда вообще вот прям финансов не было вообще, что хоть делал-то? Просто шоу работал или как вообще? Занимал денег вообще? Как вот здесь вот так вот? Извини, от России Татаром получается, так? Ну да, кто тебя туда сейчас замять? А, тут не занимают деньги? Шоу, воровал, извините за выражение, когда кушать нечего было. А, это в смысле фрукты, что ли, да? Ну, фрукты, я не знаю, сосиски какие-нибудь в магазине. Серьезно, даже так было? Да, ну, людей никаких я не грабил, не убивал, ничего, таким не занимался. Могу в какой-нибудь супермаркет, зайти покушать там, когда нечего было. Это же такое было, да, все это? Да, такое было. Не ловили за это вообще? Ловили, ловили за это тоже, и все, все, всякое было. Потом, видишь, на стройке, до 2008-го хорошо стройка-то работала. Хорошо? Ну да, пару лет я поработал на дядю, потом, конечно, уже свою фирму открыл. Строительную? Да, свою фирму строительную. Там уже, конечно, были хорошие заработки. А что, закрыл, получается, ресторан нашел? Ну, вот этот кризис-то начался. А, работа не стала, да? Работа не стала, у меня было 20 работников своих. Так, а сейчас потом, после 2008-го года, строительный бизнес вообще, он как-то не пошел уже, что ли, да? Или сложно? После 2008-го, да, я рассказываю, было 20 работников у меня. И после, за год сократилось до двух человек, осталось только двое. Плюс, какие-то фактуры остались без того, что мне их заплатили. А, вот, получается, да, получается, не заплатили даже людям? Да, людям не заплатили. Я не мог держать больше работников, платить было нечем. Всех распустил, заказов. Заказы тоже, заказов не было. Ну, меньше стало. Стало все это невыгодным. Вот, пришлось переобуваться. Ну, уже к тому времени у меня уже был ресторанчик. Один, да, уже? Да, уже второй был ресторан, уже первый уже кончился, второй был. Вообще, чтобы так хотя бы жить более-менее, чтобы хоть там на хлеб хватало, тут что, надо пару бизнесов держать вообще, или как? Ну, или хорошую работу, или какой-то бизнес. Ну, рестораны многие тут открывают-закрывают. Очень много народу знает, кто открыл-закрыл. Это и русскоговорящие, и испанцы, да? Да, ресторанный бизнес бы я никому не советовал. Это очень трудно, очень накладно. И все это свободное время занимает. Надо что-то другое искать, думать. А что, например, можно здесь? Как ты думаешь, вот? Ну, слушай, у каждого же своих, кто чем заниматься умеет. Ну, например, в какой-нибудь продуктовый магазинчик, я бы думаю, что полегче было бы, например. Продуктовый магазинчик? Да. А здесь есть русский магазин вообще? Вот какой-нибудь русский. В Солову есть два магазина русских, здесь нету. Здесь нету, да? В Солову только? Да. Ресторанчик русский тоже, тоже не хватает. А вот различий жизни, например, там в Сарагосе и здесь, там похолоднее немного, хотя грудь красивый. Да, там более экстремальная температура. Экстремальная? Да, летом жарче, зимой холоднее, ветра дуют постоянно. А пустыня, там город среди пустыни построен. А, среди пустыни? Да. Некомфортно, да, получается? Ну, да, экстремально. Летом очень-очень жарко, что на улицу не выйдешь. А зимой очень-очень холодно. Что снег аж бывает. Здесь-то снега никогда нет. Так а там отопление вообще есть в квартирах или тоже нету, как здесь? Ну, в старых домах-то нигде нету отопления. В наук сейчас уже делают. Уже делают, да? Ну, и получается, наверное, квартира стоит дорого. Квартира дорога, да. Мишаик получился за документами уже испанского, наверное, как открывал-то? Через сколько лет после, как приехал? Ну, через 10 лет можешь уже иметь право подать уже, да? Это в смысле на гражданство, а вот первую там в НЖ, первую карточку? А, первую карточку, ну, под амнистию попал. А, в 2004 года, да? По-моему, нет, я попал в амнистию в первом году, в 2004, я вот под первую попал. А, в 2001 году, да? Да, в 2001 году. Это уже был вот этот, как он называется, первый в НЖ. Да. А гражданство еще есть пока или уже сделал? Да, тоже есть. А, гражданство есть тоже, да? Это, получается, ты уже гражданин Испании, да? Да. Тебе уже отсюда никто уже не скажет до свидания. В России, да? Или может такое быть? Ну, я могу сам передумать. А, уехать в Россию? Да. А в каком городе, Миша? Екатеринбург. А, Екатеринбург. Ну, вообще, вот тебе сейчас как пожил здесь, тебе не тянет никуда уехать? Не, не тянет. Уже все, да, уже как бы, уже местный житель. А когда вообще такое решение принял, что, блин, в Испании остаюсь? Через пару месяцев. Через пару месяцев. Это уже, получается, ты здесь приехал, пожил и уже понял, что в России там уже ты не хочешь. Да, и уже решил, что в Испании лучше. Да. Получается так. Ну, вообще, были моменты, когда ты хотел передумать, там, блин, ёплес, это нахер? Ну, да, первый месяц хотел передумать. Первый месяц? Да. Хотел обратно уехать, да? Да, трудно же было совсем первый месяц, самый трудный. А там какая-то работа была вообще в России? Ну, там я занимался и учился, урадский государственный. А, университет, да? Подрабатывал, да, тоже. Ты даже, как ты, выше образование даже не получил, бросил все, да? Да, выше, не окончил, наверное. А, не окончил? Здесь уже не заканчивал еще? Нет, здесь не. Здесь только, как она, морскую академию заканчивал, уже два года учился. А, вот, да, вот и все, да, получается? А уже ВО, там, испанское, высшее образование не стал получать? Нет, пусть уже дети получают. И, друзья, у меня есть второй канал для стримов, ссылочка на нее будет в описании, подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok